МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Репортер 73 появляется самая полезная телепрограмма. Будь здоров! И мы занимаем 20 минут вашего времени, чтобы принести вам максимальную пользу. И мы начинаем. В 2016 году ученые с мировыми именами выбрали сотню женщин в возрасте от 30 до 60 лет и сделали им заманчивое предложение. Они поселили их в шикарном пятизвездочном отеле. По системе все включено и велели просто отдыхать. Причем взяли анализ крови до отдыха и после. И выяснилось, что всего за неделю существенно снизился уровень гормона тревоги и стресса. А также изменилась активность тех генов, которые отвечают за работу памяти и сна. И положительный эффект от такого отдыха сохранялся на протяжении аж 9 месяцев. Еще более новые исследования говорят о том, что отдыхать нужно каждые 62 дня и минимум по неделю. Ну а все грани отдыха и активной работы после мы озвучим в рубрике «Век живи». От 42 до 56 дней отдыхают педагоги в зависимости от вида образовательного учреждения, в котором трудятся. Такая продолжительность обоснована. Работать с детьми всегда сложно. А уж если дети в сложной жизненной ситуации. Вдвойне. За один только 2022-й через социально-реабилитационный центр «Причал надежды» прошло 228 мальчиков и девочек. У кого-то конфликты в семье, у других – родители, ведущие далекие от правильного образа жизни. Всех, понятно, не заберешь, но подарить тепло и дать поддержку можно каждому. Так и получается, а параллельно команда центра разрабатывает проекты и получает гранты на их реализацию. В 2023-м выиграно уже семь. Два из них наиболее крупнозначимые. 900 тысяч на мир в семью. Обучение о замконфликтологии подростков. Наши специалисты-психологи очень четко, следуя всем рекомендациям этого проекта и направлениям, позволяют научиться, как разрешать эти конфликты и выходить из них. Проект, я думаю, что он у нас получит дальше свое продолжение. То есть это не только вот он у нас на один год, потому что мы видим, что это приносит очень хорошие результаты. И для ребят, и для их родителей. Грант второй двухмиллионный на доступный спорт, а эпицентром его становится новая стационарная площадка. Мы очень хорошо сотрудничаем с ТОСами из ближайших домов, где нам тоже этих деток сюда направляют. Это не всегда дети неблагополучные, это могут быть просто незанятые подростки, незанятые дети, которые в силу каких-то особенностей, может быть, работы родителей, еще куда-то не посещают никакие секции. А проект позволяет нам привлечь туда спортсменов, которые тоже заинтересованы в том, чтобы ребята вели здоровый образ жизни. И просто даже показывая мастер-класс по карате, по футболу, по кудо, по кикбоксингу, по баскетболу, они привлекают ребят. То есть потом, когда мы разговариваем с этими ребятами и делаем срез диагностику, то есть дети идут куда-то уже по своему желанию. В центре разнообразие творческих студий, а еще ресурсная площадка для специалистов этой сферы и социальная гостиница для оказавшихся на грани. Гостиница открыта для тех, кто, например, стал жертвой насилия в собственной семье. Бывает и такое. Главное знать, в безвыходной ситуации выход все-таки есть. Есть причал. Контакт доступ на круглосуточной 20-35-23. И возвращаясь к теме отдыха. Героиня нашего следующего репортажа находится в декретном отпуске уже 9 лет. Как так, спросите вы, а я отвечу. Это когда один декрет плавно переходит в второй, а затем и в третий. Но насколько вот такой вот продолжительный отпуск можно приравнять к отдыху? Наверное, об этом лучше узнать у нее самой, что мы и сделаем в рамках рубрики «Планета семья». На старт. Внимание. Марш. Первая ладюха. Осторожно. Берегите себя. Мама Мария отвечает за безопасность своей семьи в Ульяновске, в то время как любимый супруг Александр отстаивает интересы всей страны в ходе специальной военной операции. На Украине он с самого первого дня СВО, как военнослужащий 31-й десантной отдельно-штурмовой бригады. Служение Отечеству выбрал уже, будучи женатым, имея сына Владислава. Я забеременела дочкой, вторым ребенком, и он решил, что да, наша семья нужна стабильность, и решил выбрать, стать защитником Родины. У нас такие отношения, что я принимаю все его предложения, я соглашаюсь. Мы, конечно, обсудим все плюсы и минусы, но в итоге я, соответственно, его поддержу, я соглашусь. Нужно будет терпеть, терплю, но вот по сей день терплю. Сейчас в семье уже трое детей. Владу 9 лет, Софии 6, Максиму 4. Парут листья, в нашем саду листопад. Желтые. Желтые и красные листья. По ветру. Желтые, блютые листья. Молодец. Слушайте, какие деревья стали голенькие, да? А как вы думаете, им холодно, когда у них листва падают? Ну, смотри, если у них нет окончания нервных, тогда нет. Первые месяцы отсутствия мужа Мария провела будто во сне. Сосредоточилась на бытовых делах и воспитании. Затем осознала, она может больше. Университет я заканчивала у ЛГУ, фармацевтический факультет. Я по профессии провизор. Это получается заведующий аптек. Ну, как оказалось, мои организаторские способности не так уж плохи. Применила тем, кто на передовой, как ее Саша, решила помогать в тылу. Купила швейную машинку, научилась ею пользоваться и прямо дома стала шить тактические носилки Фома. Несколько подруг ее поддержали. А еще через пару месяцев в Ульяновске появилась волонтерская организация «Ангелы Рокота». Мария ее возглавила. Сейчас в сообществе порядка 70 активных и ответственных женщин разных возрастов. Помимо носилок изготавливают 20 разновидностей подсумков и плетут маскировочные сети. Труд тяжелый. Каждому моему волонтеру любимому сказать так, чтобы не обидеть, что нужно до конца доплетать. Ну и родилась рифма такая, что спины гнутся, сети плетутся. Мол, если спинку не погнуть, ничего не получится. 23 октября «Ангелы Рокота» официально отметит первый день рождения. За год работы пошили более 2000 подсумков, сделали 500 носилок и сплели три десятка сетей. Работают по запросу, иногда выполняют заказы повышенной сложности. Попросили разгрузку легкую и привезли нам старую добрую разгрузку, которая называется «Афганка». Она без плиты, бронеплиты, обычная ХБшка. Ну, оказывается, что такими пользуются еще ребята, там, где немного потише. В зеленой зоне, например, ты стоишь, чтобы тебе рацию, те же самые гранаты раскидать. Мы вот такой вот запрос один раз отшили. Мы отшили более 50 штук этих «Афганок». Ну, ребят поблагодарили. Также Мария поддерживает супруга морально, снимает видеоролики с декламацией патриотических стихов и вместе с единомышленницами поет. Своё творчество отправляет мужу, чтобы знал, его любят и ждут с победой. Папа звонит семье раз в неделю, чаще не получается. За всё это время несколько раз приезжал. Красильниковы надеются, скоро вернётся окончательно, на совсем, на мирную жизнь. У них большие планы. Я его поддерживаю. То есть в деторождении он меня поддерживает. Он знает, что мне это необходимо. Ну, природу не обмануть. Женщина, она должна рожать детей, она должна дарить этому миру ещё новую жизнь. Ну, а я, видно, сильно заражена этим, что я хочу много детей, я хочу большую семью. Наверное, патриотизм бьёт ключом. Нужно больше людей этому прекрасному миру. Ну, мир – это же Россия. В прошлых выпусках наших программ мы рассказывали вам об ульяновских семьях, которые отчаянно нуждаются в няне. Доброй, заботливой, внимательной, ласковой, готовой понять и принять особенного ребёнка со всеми его нюансами. Оказывается, на особенных нянь теперь у нас учат, причём делают это совершенно бесплатно. А мы получили всю информацию о проекте из первых уст и встретились с теми, кто всё это придумал и реализовал. А почему бы нам не объединить две категории? Женщин в области, которые ищут работу, потому что работу найти в 45+, испытанная на себе, это достаточно сложно. Тогда как наша профессия позволяет женщине и передавать опыт, и получать достойную зарплату, быть востребованной профессиональной личностью. Сейчас ведётся, я так понимаю, набор всех желающих, смелых женщин, которые хотят себе попробовать. У нас запланировано около 30 женщин, должны в итоге приступить к обучению. И мы планируем набрать большее количество, потому что на входе будет диагностика. Мы должны учитывать особенности характера людей, специфику работы будущих, чтобы они совпадали, и чтобы у них всё получилось. Обучение по времени сколько будет длиться, и где оно будет территориально проходить? Мы будем обучать женщин в течение 4 месяцев. Это сразу несколько блоков. Первый из них – это будет получение профессии. И социальная няня, в этом нам поможет наш партнёр, Ульяновское отделение Российского Красного Креста. Дальше они будут обучаться непосредственно в нашем центре, и это будет основа педагогики, психологии, и то, что связано с особенностями оказания помощи именно детям с разными заболеваниями. Потом у них настанет процесс стажировки, где у них будет возможность пройти краткую, наверное, в пределах 2-3 часов, в семьях стажировку, для того, чтобы они могли понять, как это выглядит в реальности. И будет это сопровождаться работой супервизионных групп, для того, чтобы женщины, которые столкнутся с новой для себя сферой деятельности, с новыми ощущениями, с новыми чувствами личными, смогут эти вопросы задать нашим психологам, проработать не только своё внутреннее состояние, но и выработать навыки, как же в таких ситуациях, допустим, они будут поступать в дальнейшем. Будем обучать мы всех онлайн. Это современный тренд, и это удобно. Это позволит нам обучить женщин из самых отдалённых районов в Ульяновской области. Если я так правильно поняла, что, в принципе, любая женщина нашего региона, в любой точке региона может взять свой гаджет, нажать кнопочку и подключиться к вашим занятиям, присоединиться в любой момент. Это бесплатно? Да, да. Это абсолютно бесплатно. Мы это реализуем в рамках гранта. Мы получили грант нашего ульяновского регионального конкурса на предоставление помощи СОНКО. И будем его реализовывать вплоть до конца февраля 2024 года. Грант мы получили на сумму практически миллион без 46 рублей. Ага, ну будем говорить миллион. Да. Какие-то критерии, требования к кандидатам? Мы, когда ориентировались на целевую аудиторию проекта, думали, что это будут женщины возраста 45+. Сейчас пошли звонки уже от будущих участниц, и мы понимаем, что, скорее всего, это будет немножко размытая граница, потому что есть женщины 40+, но она тоже не может найти работу, допустим. И если она захочет принять участие в нашем проекте, то никаких ограничений у нее не будет. Единственным ограничением для женщины участия в этом проекте может быть наличие судимости, потому что мы не хотим подвергать риску будущих работодателей и таким образом, чтобы у них была прозрачная очень система взаимодействия друг с другом. Ну и, наверное, тяжелые ограничения по здоровью, потому что ребенок с особенностями тоже требует, чтобы у человека, который будет с ним оставаться, было достаточно хорошее состояние здоровья. Ну, им нужно будет медкомиссировать? В рамках нашего проекта они не будут проходить каких-то медицинских освидетельствований, но потом, когда мы будем знакомить их непосредственно с будущими работодателями, наличие медицинской книжки будет обязательным условием. Но это уже за проектом, после его завершения. Красивые, ровные, здоровые зубы – мечта любого из нас. Мечта, которая осуществима. Стоматологическая клиника «Максидент» помогает в лечении и оказывает хирургические услуги. Занимается протезированием, имплантацией и гигиенической профилактикой. Среди сотрудников – врачи-терапевты и хирурги-имплантологи, ортопеды и ортодонты. Принимают как взрослых, так и детей. Важный акцент – у «Максидента» собственная зуботехническая лаборатория, так что все в одном месте с экономией времени и финансов. Металлокерамика и безметалловая керамика, бюгельные протезы и протезирование на имплантах. Добиться максимального эффекта позволяют аппарат компьютерной реконструкции, томограф и умелые руки специалистов. Стоматология «Максидент» открыта по адресу город Ульяновск, улица Гончарова, 36, второй этаж, напротив ЦУМа, вход через арку. Звоните. 8-10-4-22-50-68-54. Вот ведь как в нашей журналистской жизни бывает. Приезжаешь на одну съемку, а находишь сразу двух героев. Сначала я познакомилась с замечательным доктором скорой помощи, врачом, который отдал региональной медицине 40 лет своей жизни. Но затем познакомилась еще с ее супругом, а он оказался мастером спорта по борьбе. И вот, что из этого вышло. Вот так, а как же? Рабочая обстановка. Здорово-ка. Да, а что? Подожди, пошли. Подожди. Да подожди, как убежишь. Вам 85 лет, мне сказали. Будет. Будет через какой-то две недели. Да в этом месяце, да. Да, вопрос двух-трех недель. Вячеслав Владимирович, вот как себя в формах такой держать и, главное, в здравом уме? Не зря я учился. Все-таки пять высших образований. У вас? Да. Это какие? Можно перечислить? Педагогическое. Да. Университет марксизма-линизма. Радиотехническое, политехнический институт. Высшее военно-морское инженерное училище и автомеханический техникум. С ума сойти. Когда все устроили? Да, ну к тому же еще мастер спорта я. По какому виду спорта? По классической борьбе. Ну, с 7-10 лет уже вот начал я это, как в школе начали преподавать. Первый тренер у меня был по борьбе, и я стал мастером спорта благодаря Никите Викторовичу Пьенкова. Это первый ульяновский участник Великой Отечественной войны. Я его очень уважаю, и мы с ним до последнего общались. Первые результаты во сколько лет дали? Ну, уже около 18 лет я был призером Москвы. И тогда я получил, я встречался с неоднократным чемпионом олимпийских игрой Борисом Гуревичем. Встреча была очень интересная, но весь зал, когда я сделал бросок, вязал, встал, захлопал. Но судьи собрались и посчитали мой прием неправильный. И не дали победу. Ну, предложили остаться в Москве быть. Почувствовали перспективу. Почувствовали, да. Я был на всех соревнованиях, а вот на Олимпиаде в 80-е я чуток не посещал. Это вообще было. То есть вы считаете, что вот это вот долгое лето, это как раз за счет того, что у вас отличная физическая форма? Да, я так считаю. Потому что нужно просто себя держать всегда в форме, двигаться. Движение – это и жизнь. Сейчас что делать? Может быть, разминка какая-то, прогулки? Утром я встаю, гимнастикой занимаюсь. Я и в кровати занимаюсь гимнастикой. И дома даже прохожу, не бывает у меня дня, чтобы я там километр дома не прошел. От двери до балкона по 100 метров в 10 раз прошел, вот уже и километр. Вот уже и хорошо. Да, вот так. А чисто по-человечески, может быть, какие-то качества помогают дольше жить? Как-то по-другому, может быть, мир видеть? Что здесь? Что главное? Ну, чего главное? Надо быть, прежде всего, человеком. Надо уважать людей. Это первое. Ценить людей. Это второе. И если есть возможность, помогать и финансово, и мыслями своими. Пишу. Целая книжка почти есть у меня. Стихов. Которые можно напечатать. Для людей, чтобы знали, что... Что живет такой парень. Я московский мальчишка. Родился и рос в Москве, Когда Великое Отечественное пригнало к Волге реке. Мне немец в окошко играл на губной гармошке, И я обменял гармошку на сырую картошку. А потом сказал ему, спасибо тебе. Спасибо. На сегодня это все. Пишите нам, город Ульяновск, улица Гончарова, 8, Телекомпания, репортер 73. Звоните в редакцию, телефон 304073. А также заглядывайте на наши официальные сайты Во все аккаунты наших соцсетей. Желаю вам здоровья, счастья, гармонии, процветания. И, конечно же, полноценного отдыха. Увидимся через неделю. Всех благ. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok